Добрый день! С вами снова я, Владимир Емельянов. Мы продолжаем серию очерков о фактуринге. В прошлой передаче я рассказывал о истории возникновения фактуринга. В этой передаче постараюсь рассказать о том, что из себя фактуринг представляет сегодня, какие виды его существуют. Если говорить именно об определении фактуринга, на сегодня более полное определение фактуринга, которое существует, дано в Международной конвенции Юни-Друа. Это документ, который был в свое время разработан Комитетом по стандартизации национальных законодательств, который действует при ООН. Есть аналогичные конвенции по другим финансовым инструментам, в частности по лизингу, которые активно применяются в международных операциях. По фактурингу, к сожалению, конвенция не вступила в свою силу, она не была ратифицирована достаточным количеством государств. Процесс ратификации медленно идет многие годы, но большая заслуга людей, написавших этот документ, заключается в том, что там действительно дано полное нормальное определение фактуринга. И ничего другого, к сожалению, на сегодня мы увидеть не сможем. Поэтому я расскажу о том, что есть фактуринг и какие виды есть на примере этого определения. В соответствии с определением конвенции Юни-Друа фактурингом является услуга, которая включает в себя не менее двух из следующих четырех услуг. Первое – это учет дебиторской задолженности. Второе – это инкассация дебиторской задолженности. Третье – это выплата финансирования. Четвертое – это принятие риска неплатежа покупателя. Какие виды фактуринга можно выделить, даже исходя из набора этих услуг? Если мы говорим о первых двух услугах, то фактически это управление дебиторской задолженностью, это коллекшн в чистом виде. Периодически в российской прессе возникают споры, разговоры на тему, является ли фактурингом, если он оказывается без выплаты финансирования. Собственно, почему у нас это происходит? У нас описана только одна единственная часть, связанная с фактурингом, это пункт третий. Это 43-я глава Гражданского кодекса. Все остальное у нас не описано никак. Поэтому, конечно, возникают вопросы, а фактуринг ли это? С точки зрения международной практики и практики других стран, это нормальный фактуринг, который предоставляет услуги по учету и по получению платежей из дебиторов. Поэтому вот это фактически можно назвать коллекшн. Если мы говорим о совокупности трех услуг, первых, то фактически вот это будет называться регрессный фактуринг. Здесь фактором оказываются услуги по учету задолженности, инкассацию и выплате финансирования. На самом деле этот продукт самый востребованный и на российском рынке, и в международной практике. В международной практике чуть более 50% является регрессным фактурингом. Если мы говорим о России, то в разные годы эта цифра немножко меняется, но в любом случае это диапазон в районе 75% от всех операций, которые есть. Поэтому это на самом деле самый популярный продукт. Если мы говорим о наличии всех четырех составляющих, то это безрегрессный фактуринг, либо его еще называют полным. Безнакравенство полный. Потому что он включает в себя полный набор тех услуг, которые в принципе должны предоставляться. На самом деле список не исчерпывающий. При фактуринге могут оказываться дополнительные услуги. В России, к сожалению, это пока экзотика, но такие случаи были и есть, когда помимо этих четырех услуг оказываются услуги по помощи либо новых покупателей, либо новых поставщиков товара. Потому что факторы имеют достаточно большую клиентскую базу. Если они специализируются на какой-то отрасли, они могут своим клиентам, либо их покупателям рекомендовать, с кем можно работать. Если говорить о международной практике, помимо этого может быть в том числе предоставлена услуга по ведению бухгалтерского учета. В принципе это актуально для малого-среднего бизнеса. Возможно когда-нибудь в России факторы тоже до этого доживут, но пока у нас этого нет. Это такой некий возможный рост. Теперь чуть более подробно, какие факторинговые продукты, какие операции бывают. Их достаточно много. Типов классификации, которые можно привести, очень большое количество, потому что с точки зрения правовой факторинг услуга достаточно сложная. И очень много по каким параметрам его можно классифицировать. Первое, что приходит в голову с точки зрения классификации, это наличие регресса. То есть то, с чем мы уже столкнулись. Факторинг регрессный, либо безрегрессный. Первое. Классификация по наличию регресса. Ну собственно, что такое регресс, если кто-то с этим не сталкивался. Регресс это возврат. Это когда есть возможность у фактора вернуть то денежное требование, которое он принял от клиента ему назад по истечении какого-то срока и потребовать от клиента возврата финансирования. То есть это, конечно, услуга, которая ориентирована в первую очередь на те компании, которые больше заинтересованы не в покрытии риска, не платежа как такового, а в получении финансирования. Значит, первое, это регрессный факторинг. Второе, это безрегрессный. Вот здесь возникает достаточно интересный вопрос. Что есть безрегрессный факторинг с точки зрения покрытия риска? В каком объеме фактор покрывает риск поставщика по неплатежу дебитора? То, что принято в России с точки зрения международной классификации, не является безрегрессом. Чаще всего при проведении факторинговых операций в России фактор предлагает покупать поставщику какую-то долю от поставки. Как правило, это от 70 до 90, иногда до 95% от суммы поставки. И в случае, если дебитор не платит, остаток не выплачивается. То есть, грубо говоря, если сравнивать со страхованием, это тоже такая некая франшиза поставщика, это риск, который он в том числе несет. И вот это принято называть безрегрессом. На самом деле, когда приходится разговаривать с международными специалистами, с коллегами из других стран, они говорят, нет, ребята, на самом деле в России у вас нет нормального безрегрессного факторинга, это частично регрессный факторинг. Поэтому, ну, можно, наверное, в какой-то степени это отразить, как частично регрессный факторинг. Или частично безрегрессный. Вот абсолютно правильный безрегрессный факторинг — это выплата цифры, максимально приближенной к 100%, для того, чтобы покрыть полностью риск поставщика. То есть, это, грубо говоря, 100% минус какая-то комиссия фактора. Вот такого пока у нас еще нет, может быть, когда-нибудь появится. Следующее, почему можно классифицировать, это по наличию уведомления дебитора. Гражданский кодекс определяет, что дебитор должен быть уведомлен о факте уступки требования от поставщика фактору, то есть новому кредитору. Если этого не происходит, все риски потери несет на себе фактор. И поэтому, на самом деле, закрытого факторинга в России достаточно мало. Это очень непопулярно, но, тем не менее, это существует. При работе с крупными сетями иногда это необходимо. По наличию уведомлений. У нас существует открытый факторинг, когда дебитор уведомлен. И у нас существует закрытый факторинг. Он же называется конфиденциальным. Когда дебитор не уведомляется. Следующая классификация. Это по времени выплаты финансирования. На самом деле, здесь есть две крайности. Все зависит от того, зачем пришел клиент за факторингом. Если клиент, в первую очередь, пришел за финансированием, то это будет продукт с выплатой финансирования максимально близко к моменту уступки денежного требования. То есть, я пишу идеальный вариант в момент уступки денежного требования. Вторая крайность, когда клиент пришел за факторингом ради страхования своего риска. То есть, он должен быть уверен, что отгруженный товар будет оплачен. Если покупатель не заплатит вовремя, то за него заплатят фактор. То есть, вторая крайность, это в день просрочки. И здесь, между двумя этими крайностями, присутствует много потенциально возможных продуктов. Я условно назову это выплаты финансирования по графику. Это достаточно сложно с точки зрения проведения операции продукты. Но они помогают клиенту, факторинговой компании, либо банка, экономить на оптимизации своих затрат. То есть, нет необходимости получать сразу в момент уступки все те деньги, которые фактор готов выплатить. Естественно, за них приходится платить те проценты, которые начисляются за день. Компании не нужно сразу все. Ей нужна какая-то часть сразу для закупки сырья. Через, допустим, неделю-две нужна еще какая-то часть на переработку. Через какой-то срок еще какая-то часть на доставку. И, собственно, дальше они уже готовы ждать оплаты покупателя. Поэтому вот такие сложные продукты, они в том числе на рынке присутствуют. Их немного, и их могут на самом деле проводить только те факторы, которые имеют высокий уровень автоматизации. Потому что вручную вот это отслеживать в принципе невозможно. Это действительно технологичные продукты. В России их немного, за рубежом это более развито. Но это такой некий дополнительный сервис для клиента, который существует. Следующее – это классификация с точки зрения места проведения операций. По месту проведения. Факторинг бывает внутренний, когда все участники сделки находятся в рамках одной страны. Это фактор, это поставщик, это покупатель. И факторинг может быть международным в том случае, когда либо покупатель, либо поставщик находятся в другой стране. В случае, если это поставка, в нашем случае из России, за рубеж, соответственно, это экспорт. В этом случае фактор является экспорт-фактором. И факторинг классифицируется как экспортный. Второй случай. Если товар ввозится, фактор принимает на себя риск неплатежа российским импортерам. Выступает перед иностранным фактором в роли импорт-фактора. В этом случае для него этот факторинг импортный. И, собственно, он несет ответственность за неплатеж дебитора по этому контракту. Я дальше подробнее коснусь непосредственно самих схем проведения. Немножко прервусь с точки зрения классификации. И нарисую, как эти операции проходят как раз в случае внутреннего факторинга, в случае международного. В зависимости от той роли, которую фактор занимает. А сейчас спасибо. Продолжение в следующей части. Редактор субтитров А.Семкин